Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондуум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия, у меня там российские активы, у меня есть два счета в Тинькофф с иностранными активами, есть у меня еще кошелек в ВТБ и криптокошелек на Binance. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ждать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Друзья, а знаете, почему у нас в народе так любят предвыборный период? Да потому, что власть, испытывая необходимость в народной и в общественной поддержке, она может подкидывать людям некие подачки. И вот на выходных, друзья, знаменательное радостное событие. Президент предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей и военным в среднем по 15 тысяч рублей. Анонсировал он это накануне, во время встречи с представителями партии «Единая Россия», сказал, что денежки на это есть у нас. Российский лидер предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 21 года в среднем пятнашечку, пенсионерам десяточку. Попросил бы «Единую Россию» прямая речь президента. Когда она сформирует фракцию в Думе, друзья, это вот важный момент, отреагировать, обратился к партии президент. Ну, первое, на что хочется обратить внимание, президент явно выделяет электорат и людей, чье мнение ему не безразлично. В общем-то, это категории, которые в идеале и должны населять нашу страну, по мнению, видимо, российской власти. Вот такие вот послушные, бесправные и молчаливые пенсионеры, военнослужащие и прочие разные силовики и бюджетники. Ну и второй момент, который бросается в глаза, все это случится, когда «Единая Россия» сформирует фракцию в Думе. То есть уже после выборов в Думу, в которых «Единая Россия», разумеется, триумфально победит, и после того, как она сформирует фракцию. То есть, друзья, нам такой делается намек, но точнее даже не нам, а пенсионерам и военнослужащим. Друзья, если мы голосуем правильно, такая логическая цепочка выстраивается, то «Единая Россия» побеждает в выборах. Если «Единая Россия» побеждает в выборах, она формирует фракцию в Думе. Если она формирует фракцию в Думе, вы получаете по пятнашечке и по десяточке. Если какой-то извеньев этой цепочки не срабатывает, а именно «Единая Россия» не избирается, то тогда хрен вам, а не деньги. Вот так. Ну, я, к счастью, пока еще не пенсионер, и тем более не военнослужащий, надеюсь, никогда им не буду. Поэтому меня это все мало волнует, друзья, и, в общем-то, ну так и так. Решили дать, пусть дают. Россия получила 18 миллиардов от МВФ. Еще одна новость в виде специальных прав заимствования в рамках антикризисного распределения средств. Москва может добавить их к своим резервам или оказать помощь другим странам, говорят эксперты. Предложение выпустить эту дополнительную поддержку в объеме не менее 500 миллиардов долларов впервые прозвучало весной 2020 года на пике первой волны коронавируса. Директор-распорядитель МВФ Кристаллина Георгиева назвала состоявшееся распределение прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Уделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около 275 миллиардов из новых резервов получили развивающиеся страны. В том числе 25 миллиардов выделено государством СНГ и Грузии. Компания Ричарда Брэнсона по запуску спутников планирует выйти на IPO. Миллиардер Ричард Брэнсон решил вывести на рынок еще одну компанию. На NASDAQ дебютирует Virgin Orbit. Это аэрокосмическая компания, предоставляющая услуги по запуску спутников. Но IPO будет не совсем классическим. Компания решила отказаться от традиционного размещения и выбрала для выхода на биржу слияние со специальной технической компанией. Акции которой уже торгуются на NASDAQ. Next Gen Exquisition Corp. Извиняюсь, друзья. Сложно произносимо создал бывший топ-менеджер Goldman Sachs Джордж Мэтсон. Ожидается, что объединение бизнеса будет завершено в четвертом квартале 2021 года. Сделка включает новые инвестиции в размере 100 миллионов от Boeing и AE Industrial Partners. В общей сложности объединенная компания получит 483 миллиона средств инвесторов. После завершения сделки акции объединенной компании будут торговаться на NASDAQ под тикером VORB. Ну и событие, которого нельзя не заметить. Курс биткоина вновь превысил 50 тысяч долларов. Стоимость первой криптовалюты обновила максимум с середины мая. За последний месяц актив подорожал на 71%. Последняя волна роста биткоина стартовала 21 июля. И мы это видим, друзья. Я же вам показываю свой криптопортфиль. Мы там постоянно этот момент подмечаем. Действительно, крипта сейчас в порядке. Крипта находится в ренессансе. И кто знает, друзья, возможно, в крипту сейчас имеет смысл даже немножко зайти. С тех пор цена крипты поднялась на 71%. Биткоин движется в сторону исторического максимума в 64 800 долларов, который был установлен 14 апреля текущего года. Рыночная капитализация первой криптовалюты составляет 940 миллиардов долларов. При суточных объемах торгов 32 миллиарда. Общая оценка крипторынка вновь превысила 2,2 триллиона. За последние сутки она выросла на 2,7%. Ну и любопытно, что помимо самого биткоина и криптовалют растут акции, связанных с криптой компанией. Курс биткоина на криптобирже Binance подталкивает инвесторов скупать эти бумаги. Ну, во-первых, растут, разумеется, котировки первой публичной криптовалютной биржи Coinbase. Сегодня плюс 4%. И также дорожают бумаги крупнейшего среди публичных компаний держателя криптовалюты. Это MicroStrategy на 4,5%. Бумаги банка Silvergate Capital, который специализируется на работе с цифровыми валютами, прибавили 2,4% и поднялись до 103 долларов. Ну и также можно заметить рост по другим компаниям, так или иначе связанным с криптовалютой. Это PayPal плюс процент, Square плюс 0,9%, Tesla плюс 0,8% и Nvidia плюс 1,2%. Погнали на рынки. Сегодня хороший возврат после негатива конца прошлой недели. Индекс RTS растет на 1,44%. Индекс MOS биржи плюс 1,15%. В плюсе сегодня практически все. Dow Jones плюс 0,5%, S&P плюс 0,57%, NASDAQ плюс 0,73%. Futsi плюс 0,22%, французский CEC 40 плюс 0,75%. Ну в минусе вот в символическом на 0,01% только немецкий DAX. Растет Nikkei, ISX и даже CSI 300 китайский плюс 1,4%. Сегодня немножко отпустило, да? Согласитесь, немножко полегче. Но вообще, в общем и целом, конечно, друзья, негативные настроения сохраняются. Особенно на сентябрь в этой связи. Если вы вдруг совершенно не знаете, что делать с бумагами, если у вас в портфеле исключительно акционный рисковый портфель, и вы боитесь потерять много денег, что весьма вероятно случится этой осенью, во всяком случае в первые или первые месяцы, то вам нужна рабочая готовая стратегия безопасного распределения своих сбережений, где будут облигации, где будет валюта, где будет распределение по разным классам активов, странам, Если вы всего этого не умеете и не понимаете, пишите мне в Telegram, я пришлю вам свою стратегию. Честный портфель сейчас на август, актуальный релиз. Стоимость 300 рублей. Telegram найдете в описании и в первом закрепленном комментарии. Позитив сегодня и на товарных рынках. Золото плюс 1,36. Тысяча восемьсот пять долларов за тройскую унцию. Растут все металлы. Смотрите, какой рост по палладию. Более 5,7%. И нефть тоже сегодня здорово восстанавливается. Плюс 4,56. 68 долларов. 14 центов за баррель. Рубль сегодня слабеет. Доллар плюс 0,25. Евро плюс 0,46. За доллар дают 74,14. За евро 86,99. Ну и крипта, друзья. Та самая крипта. Биткоин плюс 3,72. 50 тысяч 193 доллара за монету. Действительно мы перешагнули за полтинник. Ну и все остальное тоже растет. Крупнейшие монеты. IOS, ETH, Litecoin и Ripple. Все в хорошем росте. Более 5%. По индексу московской биржи. Лучшая бумага дня сегодня. Русал. Плюс 3,7%. Ну видите, друзья. Зря отчаивались те, кто поставили крест на бумаге. Скорее всего все будет неплохо. Русала. Вопрос только в дистанции. Сургут нефтегаз плюс 2,4. МКБ плюс 1,9. АФК система плюс 1,8. И также 1,8 профит аэрофлота. Аутсайдеры. Россети минус 0,3. Ростелеком минус 0,3. Фикс прайс минус 0,4. НЛМК минус 0,7. И по-прежнему в заднице мейл минус 1,6%. Лучшие бумаги по российскому рынку. Энергосбыт Ростов Энерго плюс 16,89. Мечел плюс 14,46. И Ятек плюс 9,38. Друзья, ну энергетики это вещь специфическая. Давайте сегодня не будем их употреблять с вами в пищу. Предлагаю сегодня взглянуть поподробнее на Мечел. Бумага любопытная. Посмотрим, как у нее дела на дистанции. За месяц плюс 20. За год неплохо. Плюс 45,77. А вот за три года весьма унылые плюс 0,81. Бумага в нуле. МТЛР тикер акции 95,86 руб. Сегодня плюс 12,11 руб. Теханализ от инвестинг. На месяц активно покупать. Скользящие средние 9,3. Технические 7,1 за покупку. У Мечела есть еще привилегированные акции. Так что не перепутайте. У нас сегодня обычка. Вот ее график за неделю. График за месяц. График за полгода. И годовой график акции. Ну, в общем, неплохо, друзья. В общем и целом неплохо. И вот, ух ты, а вот здесь ужас, конечно. За 10 лет, смотрите, какая печальная, печальная очень картина. До августа 16-го было такое отвесное практически падение. Потом бумага вроде как подросла к началу 17-го года и все. И потом покатилась опять. Не растет кокос. Мечела основана в 2003 году. Одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, в Литве и Украине. Производит уголь, железную руду, стальпрокат, ферросплавы. Тепловая электрическая энергия реализует продукцию на российском и зарубежном рынках. Показатели. 764 миллиона рублей стоимость компании. ПЕ 0.75 странно. Я вот видел сейчас в инвестинге бельминкнуло ПЕ около 7. Но 0.75 это очень неправдоподобно. Не знаю, друзья. Видимо, надо какой-то третий ресурс искать, чтобы определить все-таки истинную стоимость. Но даже при ПЕ 7 понимаем, что бумага все-таки стоит разумных денег. Действительно, она сейчас, судя по графику, находится на низах. Доходность актива 2%. Мало, к сожалению, мало очень здесь показателей, которые бы желательно почитать и посмотреть. Вот данные по выручке с прибылью. 2020 год был скромный, хотя у металлургов он был весьма продуктивный. И вот дивиденды. Они были давным-давно по обычке. 9 лет по обычным бумагам дивидендов компания не платит. Ну, своеобразная бумага. Сейчас металлурги вообще в целом под большим вопросом. А эта акция под, мне кажется, двойным вопросом. Если она предыдущий такой супер год не показала никакого большого профита, то что же будет дальше? Не знаю, друзья. Мне кажется, неоднозначно. Так, смотрим, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Тут очень приятная картина. Плюс процент. И дневная доходность 8400 рублей. Всегда бы так. 853 тысячи в портфеле. Но не забываем, друзья, что до этого была большая просадка. И рынки даже еще не все отдали. Вот видите, даже при такой доходности график все равно не выходит в профит. За 7 дней минус 1800 пока. А вот за месяц очень здорово. Плюс 258. Плюс 21700 рублей. Среди моих эмитентов сегодня лидер это Русал. Более 4% доходности. Бумага снова стоит более 5%. Кстати, друзья, в честном портфеле в моей стратегии в сентябре месяце я покажу свои акционные портфели. Многие спрашивают. Многие интересуются. Ну что ж, если вам это действительно нужно и важно, я это сделаю. Но, опять же, не устану подчеркивать, что инвестирование в отдельные ценные бумаги, в отдельные акции, это вещь очень рисковая. Фондовое индексное инвестирование, на мой взгляд, более предпочтительно. Не забывайте об этом. Погнали в Америку. Смотрим, что у меня выезд в брокере Тинькофф. Тут сегодня тоже отличный профит. Лучшая бумага дня AMD. Плюс 2,44%. За месяц по AMD плюс 16. Общий результат. Ох, тут 1700. И годовой более 27%. Второй портфель, где валютные фонды. Здесь плюс 0,64%. Плюс 1300. В портфеле более 206 тысяч. И доходность плюс 15,21%. Плюс 27,249 рублей. Ну и в криптокошельке у меня уже более 3,5 тысяч рублей. Доходность за 30 дней 72,5%. Немножко досадно, что здесь у меня так мало денежных средств. Но я, друзья, человек очень аккуратный, очень осторожный. Мой девиз – это по возможности не терять, не рисковать. И если шампанское пить, то только на Новый год. Но ничего страшного, друзья. Риски в крипте колоссальные. Поэтому здесь, на мой взгляд, тише едешь, дальше будешь. Ну как-то так. На рынке пришел позитив. Посмотрим, надолго ли. Завтра поставлю точнее на продолжение этого роста. Надеюсь, что рынки вернут нам остатки того, что забрали на прошлой неделе. Пока еще вернули не все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым, доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok